Улица Воснецова в Бресте. Здесь разместился целый семейный городок и в прямом, и в переносном смысле. 10 родителей-воспитателей, 29 приемных детей и 5 коттеджей, в одном из которых отмечает новоселье большая приемная семья Гуляевых. Сегодня здесь дали старт новому педагогическому проекту «Детский квартал Новоснецова», который призван не только объединить 5 домов семейного типа, но и организовать социально-педагогическую площадку для всех родителей, воспитывающих приемных детей. Педагогическая площадка объединит усилия, и мы вместе будем проводить время, придумывать общие проекты, мастер-классы, круглые столы, где будем делиться своими проблемами, идеями и немножко совершим небольшую революцию в педагогическом подходе к воспитанию. Не просто приемные дети станут центром притяжения внимания к себе, они станут центром создания дел и сами станут волонтерами. Своё решение стать родителями-воспитателями Юлия и Андрей Гуляевы принимали обдуманно. Они уже воспитывали двух детей – Вадима, родного сына Юлии от первого брака, и приемную дочку Василину. Но желание реализовать родительский потенциал оказалось сильнее, и пара выбрала нелегкий педагогический путь. Мы имеем возможность помочь. И если из этих детей… Понятное дело, что это всё трудно, детей много, возможно, не со всеми всё получится. Но если хотя бы часть детей повзрослеет, вырастет в полноценных членов общества с правильными жизненными ориентирами, это будет, знаете, как жизнь прожила не зря. Теперь в детском доме семейного типа Новоснецова семья Гуляевых увеличилась на пять ребятишек. Младшему Коле три года, Кате пять лет, Вите шесть, Василине семь, Данилу десять, а Карине двенадцать. На правах старшего брата оказался родной сын Юлии Вадим. В свои 14 лет не по годам взрослый юноша серьезно увлекается рисованием и мечтает стать художником. А еще помогает родителям в воспитании младших. Если с Василиной мама, с папой уже могли сами справиться, то здесь уже приходится помогать и следить, чтобы дети не утонули в ласке. И периодически, так сказать, успокаивать, потому что мама весьма мягкая относится ко всем. И я считаю, что нужно немного построже. Новый год Юлия и Андрей вместе с детьми встречали уже в новом коттедже, как призналась пара в простой семейной обстановке. А еще готовились к официальному открытию нового детского дома. И пусть к такому пристальному вниманию со стороны представителей городских властей и общественности привыкнуть сложно, хозяева не теряются. Они научились находить компромисс в семье и сложности их не пугают. В любых отношениях без компромиссов нельзя. Где-то детям приходится под нас подстраиваться, нам приходится под них подстраиваться. Мы стараемся. Все они разные. К каждому по-своему надо подойти. Социально-педагогический проект по открытию новых детских домов семейного типа будет продолжен. На очереди Ленинский район Бреста. В этом даже году видеть на улице Высоковской в Ленинском районе нашего города очередной дом семейного типа. И вообще дома семейного типа, мне кажется, это самая удачная форма выражения заботы государства о подрастающем поколении, о тех детях, которые, как я уже сказал, попали в трудную жизненную ситуацию. Почему? Потому что это самая действенная форма воспитания. Воспитание детей – процесс сложный, но, считают Гуляевы, надо один раз решиться и попробовать. Быть родителем – это не образ жизни, это призвание. Я совсем не так все представлял. Когда ты приходишь, тебе объясняют, что вот эти радужные мечты, что детишек достаточно будет обнять, приласкать, и они твои навсегда. На самом деле, это много работы, много сил нужно, но при этом главное – желание. То есть, если человек действительно этого хочет, то действительно, правильно Юля сказала, бояться не надо и нужно пробовать. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.